Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Почему повторяется сценарий? Встречаем мужчину, оба нравятся друг другу, он готов все сделать, все идет прекрасно, потом либо его подруга, либо друг что-то ему наговаривает, и внезапно он, я не уверен, что сейчас хочу, прости, не могу продолжать, не хочу тебя ранить. Это может произвести начальство, есть план встретиться завтра, наутро получить такое сообщение. В чем дело, как прекратить этот сценарий. Ну, ситуация заключается в том, во-первых, что если вы говорите в целом про сценарий, то, вероятно, вы как бы в курсе, что это сценарий. А, и, если вы в курсе, что это сценарий, то, соответственно, понимаете, что в основе сценария лежат то, что и сказал мой коллега Кудрячев Игорь Леонидович, а именно, определенные паттерны поведения. Но вы сами эти паттерны поведения не заменчаете. Вот. Более того, в вашем вопросе присутствует история о том, что кто-то наговаривает. То есть это позиция, в данном случае, позиция перекладывания ответственности. На других людей, может, о ней наговаривают. Хотя, логичнее, логичнее было бы задаться вопросом, что я выбираю за таких людей, за таких мужчин, например, которые, вот, значит, так легко готовы, там, ну, не знаю, поверить в то, что обо мне говорят другие люди. Да? То есть, по сути, то вы выбираете мужчин в себе неуверенных. Вот. По сути, вы выбираете людей, которые, скажем так, не очень привыкли или любят, или могут думать своей головой. И это вопрос вашего выбора. То есть вы выбираете таких людей, которые вот так воспринимают ту социальную информацию, которую они получают. Вот. Это очень важный момент. Потому что типология партнеров, которых, ну, вы, которых вы выбираете для отношений, очень важна. Да? Это первое. Второе. Вопрос, который хочется вам задать. Вопрос, который, как мне кажется, нужно вам задать. Он звучит примерно следующим образом. Насколько вы уверены в себе человек и насколько вы часто испытываете чувство стыда, вины, неуверенности в себе и, к сожалению, по поводу, может быть, ну, каких-то вещей в вашей жизни, каких-то элементов в вашей жизни, каких-то действий в вашей жизни. Вот. То есть есть ли у вас, грубо говоря, грубо, грубо говоря, есть ли у вас вот такой опыт. Это важно, потому что люди, как правило, нам отражают, то, что мы сами о себе думаем. Вот. И наговаривают на вас вот, ну, в том, что вы описываете, или в том, как вы описываете, да, эту историю. Наговаривают на вас. Скорее всего, именно в контексте того, как вы себя сами видите. И вот с позиции как раз личной ответственности, если мы говорим, если мы говорим, с позиции такой, вам нужно в первую очередь увидеть то, вам нужно в первую очередь увидеть то, как вы себя репрезентуете. Как вы репрезентуете себя, как вы репрезентуете себя другим, как вы сами себе видитесь. какая цель в отношениях угол. То есть, вот эти все аспекты, эти все аспекты крайне важны, если мы говорим о непосредственно том, что происходит. Вот. То есть, если вы хотите разобраться, например, ну, вот в себе, допустим, да, то крайне важно провести вот такую работу. крайне важно преследовать вот эти аспекты. И тогда, как минимум, вам будет ну, более, что ли, понятно, что, как это все происходит. но хочется отдельно отметить такой, на мой взгляд, важный момент. Если вы склонны к тому, чтобы, ну, например, обвинять, допустим, других людей в том, что с вами происходит, если вы склонны к тому, чтобы искать причину в других людях, допустим, то я боюсь, что в таком случае довольно мало будет шансов на то, что вы на самом деле сможете разобраться в этой ситуации и сценарий изменить. Да? Вот. А последнее, пожалуй, последнее, на что я хотел бы обратить ваше внимание в рамках своего ответа, это то, что мужчины, которых вы условно говоря выбираете для отношений, например, мужчины, они отражают ваши желания, они отражают ваши потребности, они отражают то, что вы хотите. и соответственно вам, если вы видите проблему, вам, на мой, по крайней мере, взгляд, крайне важно сделать следующее, вам желательно постараться увидеть, постараться увидеть, какие ваши желания отражают мужчину, потому что, ну, вот, так мы выбираем себе партнера, да, мы выбираем себе партнера именно вот с такой позиции, позиции наших желаний, как правило. И одно дело, если это желание сделать человека счастливым, одно дело, если это желание что-то проявить для другого человека, и совсем другое, если это желание связано с самим собой. Тут возникает проблема. Если вы, например, вы пишете, что мужчина все готов сделать, то есть вы уделяете внимание именно тому, что 맞тям чтобы появились именно вы сделаете вы как раз вы обращаете внимание на его действия. В этом случае как раз возникает ощущение, что вы пытаетесь в отношениях что-то компенсировать, пытаетесь, может быть, что-то доказать, например, доказать, что вы важны и так далее, и так далее, и, соответственно, таким образом устраиваете отношения и репрезентуете свой образ. В следствии чего становятся возможными те самые ситуации, которые вы описываете. Равно как вы получаете определенные отражения ценностей, продвижением которых вы занимаетесь в отношениях. И опять же, нужно попытаться увидеть, а ценности-то ваши, они, как бы, дели, то есть дели эти ценности, которые вы продвигаете в отношениях. Далее, дальше. У меня, честно говоря, сложилось впечатление, что вы строите отношения довольно быстро. Я не уверен, потому что там чисто мое ощущение, но мне кажется, что довольно стремительно вы устраиваете отношения. И, как мне кажется, устраиваете отношения вы довольно формально. то есть, если, 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 вот, ну, становится, возможно, или возможной такая ситуация, что, вот, мужчина там, да, грубо говоря, ну, выходит из отношений, да, если такая ситуация становится реальным. Вот. Если он говорит такие слова, я не хочу тебя разить и так далее. Это свидетельствует о высокоформализованных отношениях. И, соответственно, высокоформализованные отношения, это отношения, которые не совсем естественны. И вот это важно понимать. То есть, важно постараться увидеть, насколько естественны вы устраиваете отношения с мужчинами. Вот. насколько вы являетесь самой собой в отношениях с, ну, вот, с товарищем. И это все нужно поисследовать, во всем этом нужно разобраться. Тогда, я думаю, ситуация, ну, будет вам более понятна. Да. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго. Удачи, обращайтесь за помощью. Удачи. 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 Удачи.